Статья в живом журнале автор Сибвет. Использование атмосферного электричества в прошлом. В архитектуре прошлого очень часто применялись конструкции в виде шпилей. Шпили широко распространялись в архитектуре готических соборов. Официальное объяснение, отражающее общее стремление того времени к увеличению высоты храмов. С одной стороны, высокие шпили делали собор более заметными издалека. С другой символизировали устремленность вверх к Богу. Шпилями чаще всего завершали колокольни соборов. Но каждый ли представляет, насколько сложна конструкция шпиля, изготовленная, а прежде спроектированная, рассчитанная в прошлом. Это вам не использование современных материалов с армированием. То есть чисто практично это полный абсурд. Сложно, дорого и непонятно зачем. Просмотрим этот ролик. Для этого необходима радиостанция, передатчик 150 кВт, старые радиоглушилки, 90-метровый провод. Это все, что нужно для небезопасных опытов с приемом радиоволн. В радиусе действия радиоволн между землей и длинным проводом возникает огромное напряжение. Из-за модуляции радиосигнала дуга вибрирует с частотой голоса и начинает разговаривать. Сила тока в этой дуге может достигать сотен ампер. От такого радио плавится и капает металл. Для такого высоковольтного напряжения не существует преград. Дуга запросто пробивает трехлитровую банку и дерево. Появились мысли, которые я постараюсь изложить. Не знаю работающая или передающая антенна на видео, скорее всего нет. И мы видим в действии атмосферное электричество с наложением модулированного сигнала от радиостанции. Кто помнит принципиальную схему детекторного радиоприемника без батареек? Ведь он работает только на энергии радиоволн, так утверждает учебник по радиоэлектронике. Но для него нужна большая внешняя и высокая антенна и хорошее заземление. В детстве собирал подобное, но так как вблизи не было мощных радиостанций, то послушать удавалось лишь радиоточку соседнего леспромхоза. Может быть сигнал радиостанции – это лишь модуляция получаемой энергии с помощью этой нехитрой схемы. Пойдем дальше. Может ли быть такое, что совсем в недалеком прошлом активно использовали физические принципы получения электричества или даже некие принципы радиосвязи? Фантастично? А давайте-ка порассуждаем. Собор Парижской Богоматери. Вот ответьте, зачем чисто практически здесь шпиль? Здание может выглядеть не хуже эстетически и без него? Думаю, может. Что если по аналогии с видео шпили – это устройство получения электричества на освещение, для отопления, для связи? Возможно, этими шпилями получали электричество, используя разность потенциалов на разных высотах. Говорят, что разность потенциалов между землей и нашим носом примерно 200 вольт. Но из-за постоянной разрядки и ионизации воздуха вокруг нас не бьет током. Немного подробнее об этом. Наша планета в электрическом отношении представляет собой подобие сферического конденсатора, заряженного примерно до 300 тысяч вольт. Внутренняя сфера поверхность Земли заряжена отрицательно, внешняя сфера ионосфера положительна. Изолятором служит атмосфера Земли. Через атмосферу постоянно протекают ионные и конвективные токи утечки конденсатора, которые достигают многих тысяч ампер. Но, несмотря на это, разность потенциалов между обкладками конденсатора не уменьшается. А это значит, что в природе существует генератор G, который постоянно восполняет утечку зарядов с обкладок конденсатором. Таким генератором является магнитное поле Земли, которое вращается вместе с нашей планетой в потоке солнечного ветра. Подключиться к отрицательному полюсу Земле очень просто. Для этого достаточно сделать надежное заземление. Подключение к положительному полюсу генератора и ионосфере является сложной технической задачей. Как и в любом другом, в нашем глобальном конденсаторе существует электрическое поле. Напряженность этого поля распределяется очень неравномерно по высоте. Она максимально у поверхности Земли и составляет примерно 150 вольт на метр. С высотой она уменьшается приблизительно по закону экспоненты и на высоте 10 километров составляет около 3% от значения у поверхности Земли. Как видно, идея получения электрической энергии с разности потенциалов на разных высотах существует. Сама природа нам это регулярно подсказывает, когда мы видим молнии и слышим гром. Это происходит пробой диэлектрика атмосферного воздуха. Тем более, что мы мало знаем об атмосферном электричестве. Спрайты их открыли всего несколько десятков лет назад. Вот одна из попыток получения атмосферного электричества. Общий заряд системы нейтрален. Однако на кончике проводника сконцентрирована наибольшая напряженность электрического поля. Для этой схемы нужен трансформатор, проводник электронов в атмосферу. И такое чудо есть, катушка Тесла. Если избыточные электроны направить в атмосферу при помощи коронных разрядов или плазменной дуги или еще чего-то такого же плазменного, электроны будут покидать поверхность проводника и переходить в атмосферу по воздуху еще как. Совсем упрощенно коронным разрядом на верхушке этого столба соединяем обкладки конденсатора, плазменная дуга, тот самый проводник, которым можно соединить отрицательно заряженный металл, заземленного проводника с положительно заряженной атмосферой. Живой пример – молния, ударившая в громоотвод. Электростанции-столбы с генераторами Тесла на верхушках, уходящие на сотни метров в высоту, выглядят футуристично, технологично, технократично и канонично. Это мы можем увидеть в конструкциях шпилей. Вот эти иголочки предназначены для осаждения ионов или ионного ветра. Сейчас мы лишь играем в это до конца, не понимая, как это работает и как это по-настоящему можно использовать. По поводу использования всего этого в храмах и церквях. Вы видите вертикальные железные шины, уходящие к куполу. Что это? Заземление, защита от попадания молнии? Зачем? Несколько шин и почему они идут внутри стен? Это же явно не армирование и не стягивание стен храма. Здесь шины идут и вертикально по стенам. Сетка фарадея для прихожан, экранирование, стальные связи и решетки храмов. Могут ли эти шины быть частью устройства, которые вырабатывают электричество? И возможно это была еще функция для связи? Если да, то связи с кем? Может быть боги и творец вещают на определенных частотах? Но мы не слышим их голоса, так как не умеем модулировать сигнал. Может быть он не амплитудной модуляции, не фазовой и не даже фазовой амплитудной, а древние хранители храмов знали принцип и возможно имели это устройство, алтарь, ковчег и так далее. Ну просто догадки. Но символизм и культ он остался только сейчас. Ранее все это было наделено смыслом и функционалом. Еще одна мысль по поводу использования атмосферного электричества. Что если храмы несли в себе функцию лекаря? Известно, что если мембраны клеток будут иметь мощный отрицательный заряд, то внутрь не сможет проникнуть, даже если и присоединиться к клетке ни один вирус. Внутри храмов шла подпитка поляризации организма. Человек состоит практически полностью из воды, его вода превращалась в живую, получая отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Ретроциты разлеплялись, улучшался обмен веществ и так далее. А это сейчас называется благостью. Физика да биохимия и никакой мистики и религиозного фанатизма. Столпы. Может ли быть, что столпы на площадях работали также по принципу шпилей? А сейчас это символизм и дань моги. Смотря на это, сознание пытается ухватить незримый смысл во всем этом. Здание с колоннами полукругом, а в центре – стелла, то есть электрод. Вспоминается информация про Николу Тесла, про имена сотен ученых 19-20 веков, которые занимались изучением эфира. Может быть, способы дарового получения электроэнергии они лишь пытались переоткрыть? Все было известно задолго до поворота науки на рельсы теории относительности, современных электродинамики и электростатики. Еще один пример из современности. Знаете, что на электрических подстанциях с помощью различных электрических устройств борются с резонансом, которые возникают в линии электропередач. Эта область работы электрических схем в режимах резонанса вообще не изучается, если только энтузиастами. На этом основана идея Николая Теслы по извлечению электроэнергии из воздуха. Энергии вокруг нас безграничны, нужно только найти способ взять себе необходимую часть простыми устройствами. Но наш мир погружен в энергетические монополия строя атомные гидро- и теплоэлектростанции. И жителям внушаются идеи, что энергетика может быть только такого типа. А предки, наверное, над нами смеются. Комментарий ниже. Прочитал, вспомнил, когда я был маленький, у нас сосед по даче дедушка подвел электричество к даче без проводов. Все работало. Председатель на него постоянно милицию натравливал с комиссиями, что он якобы ворует скрытно электроэнергию. Они приезжали, ничего криминального не находили, а при ответе на вопрос «откуда?» он отвечал «из атмосферы». Крутили пальцем у виска и уезжали. Комментарий Дмитрий Джан. То, что знало еще недавно поколение школьников из стандартного курса физики, нынешним людям кажется бредом или фантастикой. Про то, как сделать кипятильник из двух лезвий, ластика, ниток и кусков провода, знают, наверное, все. А во время Второй мировой военнопленные делали так называемое окопное радио из карандашного грифеля, лезвия бритвы, обмотки электромагнита и куска проволоки, и наушники из гвоздей, ткани и воска. Комментарий Вадухан 08. Мы живем в позднем постапокалиптическом мире или же в раннем предапокалиптическом мире. Фух, набрал и даже не запутался. Судя по всему, ждать осталось недолго, скоро все узнаем. Вот мы сейчас такими тайнами мира разбрасываемся. Еще лет 30-40 назад в психушке бы делились мнением на соседних койках, а сейчас ничего, к чему бы это? Комментарий Вэри Файритейл. Не знаю в тему ли, но в кельтском мире, Ирландии, Британия, Север Франции, понаставлена куча башень, смотрите по ссылке. В одной Ирландии их 65, средняя высота 34 метра. С какой целью их ставили, никто не знает. Читала версию, что они как-то положительно влияют на урожай. Комментарий РУС-79. Пришлось мне как-то поехать из Москвы в Ярославль. В соседнем вагоне оказался некий мужичок лет 50. И вот у меня с ним случайно зашел разговор про электротехнику. А в частности о том, можно ли ниоткуда получить прибавку мощности в электрической цепи. И тут дядя Коля мне такое рассказал, оказывается он работает электриком-обмотчиком на каком-то заводе в Костроме. И они с коллегами изготовили хитрый силовой трансформатор для питания станков в цехе. А суть вот в чем. Первичка наматывалась широкой медной лентой по всей ширине окна сердечника. Точнее даже не лентой, а медным листом в несколько оборотов, а вторичкой обычной медной шиной, то есть проводом с учетом получения напряжения 380-400 вольт. На первичку подавался постоянный ток от выпрямителя через автомобильный прерыватель-трамблер. При резких импульсах с медной лентой происходил сброс загадочного вещества типа газа или жидкости. Можно руками было почувствовать. Сильно кололо ладони, если подвести к обмотке. Между собой они его называли железным или синим пламенем, огнем. А со вторичной обмотки снималась при этом бешеная мощность, что с лихвой хватало для питания четырех токарных станков. Вскоре об этом узнало руководство предприятия. Ребята получили выговор. Трансформатор пришлось демонтировать срочно. Многих лишили премии, как будто за занятия в рабочее время темами, не относящимися к самой работе. Грозили увольнением. Все это было в далеком 1972 году. Комментарий Евген Айс. Прочитав пост, понимаю, что вы абсолютно правы. Действительно, этой разницей потенциалов можно и уничтожить врага, и освещать храмы, и обмениваться информацией. И технологии эти не утеряны, а скорее всего лежат под сукном. Но ведь что произойдет, если их сейчас восстановить? Я и те пресловутые 95%, о которых все наслышаны, залезем каждый на свою печь, уткнемся в свои айфоны и будем оттуда слезать только ради активации пищеварения и размножения. И только немногие 5% будут продолжать сеять хлеб, стоять у станка, править страной и так далее. Вот когда человечество дозреет до сознательности, вот тогда и появится в каждой хате бесплатная розетка. И наступит на земле рай и Израиль. Часть 2 Из официальной истории все знают, что масштабного использования электричества до конца 19 века не было. Были исследования, любительские и академические наработки и в 18 веке, но это было лишь подготовкой к той энергетической революции, которая случилась потом. В первой части этой темы я затронул возможную ошибку этих представлений о нашем прошлом. Продолжим знакомство с использованием атмосферного электричества. Здесь на картине явно не религиозные символы ислама на башне. А тогда что? Антенны? Молнии от воды? Внутри одного из храмов в Каире где-то в период 1848-1852 год. Видите металлическую конструкцию на вершине ступы? Думаете, декорация? И это не единичные случаи? Пример из наших строений. Обратите внимание на каркас купола колокольни. А вот зачем его делали и делают из металла и обшивают золотом? Отдельный вопрос. От него еще шины идут внутрь. Мое мнение по храмам. Благодать создают в электрическом поле человек себя по-иному чувствует. Бывает выздоравливает после молитвы. А это выдают за снисхождение Духа Святого. Нет, позитивный посыл это тоже хорошо. Но нам имеет смысл этот механизм исследовать. Про Владимир и Дмитрий Джан предположили, что эта башня электрический сепаратор. Создается статическое электричество, в поле которого по фракциям разлетаются, например, разные калибры семян. Подробнее про конструкцию по этой ссылке. И таких башен было зарисовано много. Не думаю, что это и сейчас бутафория или каргокульт. Возможно, это сейчас они в нерабочем состоянии. Про Владимир Пагода есть электрический сепаратор и делает разбор. А сейчас перейдем к генераторам. На Востоке есть вот такие молитвенные барабаны. А есть вот такие. Некоторые пристроили, чтобы их вращал ветер. Или вращал поток воды. Согласитесь, уж слишком напоминает каргокульт. Аборигены когда-то увидели остатки или даже действующие установки. Понять смысл не смогли. Но подражание сработало. Чем вам не динамо-машина? Есть некие зацепки технологичности цивилизации прошлого на нашей территории в России. Это Тобольский Кремль. В промоине этой возвышенности стоит такое здание с двумя арками в основании. С обратной стороны к нему подходят вот такие высокие стены. А на них множество шин. Такое количество заземляющих токопроводов явно лишнее. Но тогда зачем их столько? Люди ходят мимо, не понимают, что это такое. Тобольский комплекс – это еще и место аномальных природных явлений. Дело в том, что гора, на которой он построен, называется Алтык-Агинак, что в переводе с татарского означает «выкидывающие золотые искры». В старинной кунгурской летописи имеются записки, как местные жители видели на священной горе огненные столбы, бьющие светом в небо. Имеются и русские исторические документы с описанием этих явлений. Капельница Кельвина является генератором электростатического напряжения. Это предельно простое устройство, обеспечивает получение электрического напряжения порядка 10 кВт. Устройство представляет собой пару металлических банок, каждая из которых связана с металлической трубкой, подвешенной над другой банкой, из отверстий которой капает вода. Что если на этой плоской горе был ключ-источник воды с достаточно большим дебетом? Наши недурные предки приспособили этот поток воды для получения достаточно большого напряжения на лейденских банках-конденсаторах, которые иногда разряжались через искровой пробой, когда не нужно было электричество. И именно поэтому сторонние наблюдатели видели здесь на горе искры, либо еще вариант. Поток воды был не такой слабый и приводил во вращение электрофорную машину. Большого усилия для ее вращения не нужно. Она не проявляет противо ЭДС, как современные электрогенераторы. Но позже все это разломали и забыли. Вариант использования колонн. Получение электричества и использование его в освещении публичного лобного места через газоразрядные лампы. Кто-нибудь задумывался над тем, как создавались такие иллюминации до официального использования электричества и тем более освещения? Петропавловская крепость в осветительных лампах. Ссылка про потешные огни или то, что повторил Тесла. Это какое освещение использовали в старые времена. Вот иллюстрации из журнала «Всемирная иллюстрация». Русские еженедельные иллюстрированы умеренного буржуазно-либерального направления художественно-литературный журнал. Один из самых популярных среди иллюстрированных изданий второй половины 19-го столетия в России. Книга издательства Германа Гопе с 1869 по 1898 годы. Тираж до 10 тысяч экземпляров. Это был 1883 год. Лишь в декабре 1888 года Георгиевская электростанция дала первый ток. Иллюминация в Москве. Александр Сергеевич Пушкин. То есть наше все имел счастье творить во времена, когда электрогенератор был уже во всей своей карасе. Работала или не работала эта штука, не знаю, но как бы она попала в рабочее в серьезном исследовании 1900 года. Электромагнитный генератор. Как видим, никаких проводов извне, никаких лейденских банок, только куча магнитов. Рисунок 1880 года. Освещение с корабля. Рисунок 1871 года. Прожектор бьет в небо. Это все еще до изобретения электричества. Фото 1896 года. Иллюминация на короновании в Москве. Вот чем это сделано. Термоэлектрический генератор. Кто не понял, что это такое, бегом в школу. Обычный электрогенератор и электродвигатель в 1871 году. Смотрим на люстру в Эрмитаже. Допустим, заменим свечи и посмотрим на результат своего апгрейда. Через час как максимум потолок станет серым от копоти. Как светила эта лампа? Плафон вниз. Суньте туда газоразрядную лампу и никаких вопросов. Потому и все потолки такие красивые. Генерация стоячей звуковой волны осуществлялась в часовнях или полукруглых аспидах, которые для религиозного культа ноль. Однако присутствуют повсеместно в архитектуре католичества, православии и даже мусульманства. Замечу, что для инфразвука, который не слышен для человека, нужны резонирующие размеры деталей храма от 7 метров. Чтобы получить 25 Гц и более. Чем ниже частота, тем больше храм. О сходстве конструкций, сборов и магнетронов также писал. Родом из Тифлис. Благодатный огонь нисходит в маленькой церквушке, встроенной внутрь огромного храма Гроба Господня. Конструкция этого и других храмов похожа на магнетрон, который применяется в микроволновке, что позволяет сделать предположение о техногенном происхождении благодатного огня. Остатки технологии, которая широко использовалась в прошлом. Вот тебе и разгадка.